Я думаю, что ставится ряд задач. Тактические и стратегические. В отношении тактических это стремление изменить линию фронта, которая не является демаркированной. Раньше это имело место со стороны Чичеваги, но сейчас это касается и других участков линии фронта или государственных границ. Стремление изменить ее, сделать ее более выгодной в тактическом отношении для ведения боевых действий, это одна из целей, которая ставится в рамках данной. Оставится одна цель, которая ставится в боку. Вторая цель – это оказание постоянного давления на армянское руководство, с целью получения дальнейших уступок, в частности, по созданию коридора на Хичеваге. При этом следует учитывать, что сейчас активно строится железная дорога из Азербайджана через Нагорный Карабах в сторону Республики Армения. То есть создание коридора, для того, чтобы создать коридор, нужно оказать на Армению дополнительное давление, чтобы Армения согласилась на создание такого коридора. В-третьих, это проверка боеготовности армянских войск и их способности к защите территории. При этом проявляются фактически все участки границ, которые имеют место между Арменией и Азербайджаном. То есть идет проверка всей границы либо линии фронта. Эта стратегическая задача стоит в том, чтобы попытаться взять под контроль часть территории Республики Армения. Это может быть сделано в рамках военной операции путем, например, создания силы военного транспортного коридора через Синихскую область из Нагорного Карабаха в сторону Силы. Но при этом могут ставиться другие задачи. То есть вот есть статистические, статистические, но и при этом вот такая родная деятельность, она как бы отодвигает вопрос об статусе Нагорной Карабахской Республики, потому что Ильхам Алиев считает, что этот вопрос уже решен. Решен силой в ходе Второй войны в Нагорном Карабахе. Ну как бы это обострение свидетельствует о том, что с одной стороны есть военное превосходство со стороны Азербайджана, который считает, что Турция при необходимости вмешается в вооруженный конфликт. С другой стороны, армянские войска деморализованы. Вооруженные силы не восстановились после Второй войны. Они существенно уступают азербайджанским по качеству вооружений. Но на данный момент, наверное, самая большая проблема – это падение параллельных мухов армянских войск. Поэтому вот все это способствует тому, что вообще такая проблема возникла. В дальнейшем, в дальнейшем, я все-таки надеюсь, что постепенно вооруженные силы с помощью Армении, с помощью России будут восстановлены. И удастся как бы поднять параллельный мухов. Достаточно, чтобы Армяне были готовы защищать собственную территорию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова